Восемнадцатый стих Мы читаем, что Ноя вышел из ковчега и сыновья его с ним, и вышел Ноя из сыновья его. Помните, как он посылает сначала ворона, нечистую птицу, а потом голубя, чистую птицу. Для того, чтобы посмотреть, ушла ли вода, я верю, что когда Иисус принял крещение, в третьей главе Евангелия от Матфея, и он выходит из воды, и голубь на него ходит в виде Духа Святого, это эхо, это повторение того, что было в свое время в восьмой главе книги «Бытие». Я верю, что Дух Святой нашел святого человека, чистого человека, праведного человека, на котором он мог жить. Также и голубь ищет, куда ему приземлиться после вот осуждения. И выходит Ноя из ковчега, восьмая глава, двадцатый стих, и начинает поклоняться. Новый мир, новое поклонение. «Бытие 8,20» «И устроил Ноя жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Двадцать первый стих, снова антропоморфизм, о Боге говорится, как о человеке. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю на человека, за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Но хотел бы поделиться с вами одним наблюдением по поводу двадцать первого стиха. «У нас пять органов чувств. У нас есть зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Что красиво, а что нет?» У разных людей разные мнения по этому поводу. Часто бывает так. Идет симпатичная, красивая женщина с совершенно некрасивым мужчиной. И мы думаем, ну что же ты в нем нашла? Или наоборот. Красивый мужчина и дурнушка рядом с ним. «Что же ты в ней нашел?» Это такое плотское рассуждение. По-английски говорят так. «Красота в глазах смотрящего». У всех разные предпочтения и в пище. Я люблю Корею. Корейское христианство, пожалуй, самое мощное, самое сильное. «Но терпеть не могу корейскую пищу». Не могут они прожить без кимчи. Это как рис для них. Как для китайцев рис, так для корейцев кимчи. Как гамбургер для американцев, так и кимчи для корейцев. Терпеть не могу кимчи. Отвратительная штука. А они без этого жить не могут. Есть музыка, про которую пожилые люди, выросшие на классической музыке, скажут, «Это какой-то шум невероятный». А молодежь слушает и радуется. И жить без нее не может. Так со всеми чувствами, кроме чувства боняния. Хороший запах никто не назовет плохим. Либо благоухает, либо воняет. Нет, если не брать, конечно, запахи еды, потому что там, правда, субъективы тоже. Но есть определенное почитание, поклонение, молитва, а называется благоуханием. Это благоуханная молитва. Как благоухание для Господа. По-английски. Мы вот это называем носом, по-русски тоже. И это ноздри. Так вот, 21 стих. Приятное благоухание от поклонения достигло Бога. Он обонял, и он принял это поклонение. Принял эту жертву. И он устанавливает завет с Ноем в 9 главе. И с Ноем, и с его сыновьями. Они должны будут наполнять землю. Здесь же конец вегетарианства. Здесь же начало смертной казни. В 9 главе, в 9 стихе. Бог устанавливает свой завет, заключает завет с Ноем в 9 главе. В 9 стихе. И что-то происходит. Кстати говоря, да, в 16 стихе знак, знамение завета с Ноем, это радуга. А до потопа была радуга? Я не знаю. Может быть, до потопа и дождя-то не было. Тогда и радуги не было. А может быть, отражение света от воды до потопа не приводило к возникновению этого эффекта радуги. Может быть, сам эффект радуги был сотворен Богом уже после потопа. Я не знаю. Но я знаю, что после потопа радуга стала знаком Божьего завета с Ноем. Что Бог не будет больше губить землю водой. Мне вспоминается афроамериканский spiritual, который называется «В будущем будет огонь» или «Следующим будет огонь». Песня вот о чем. Когда Бог снова будет судить землю, это будет не водный суд, а суд огненный. Многие критики считают, что все это лишь фантазии. Что все это лишь сказки. Сказки типа колобка. Или как у лисички появился хвост. И только дети, только наивные люди, только люди, переполненные предрассудками, могут во все это верить. Нет, это не сказки. Есть очень и очень сильное доказательство в 9 главе, что истории эти невыдуманные. Такое доказательство, подобные доказательства снова и снова возникают в книге Бытие. Подобные доказательства снова и снова. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. В 9 главе книги Бытие мы читаем 18 и 19 стихи. «Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Все трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля». Критики, не верящие библейскому откровению, настаивают на то, что Ветхий Завет полон мифов. Они даже объясняют, почему эти истории приходится назвать мифами. Они говорят, что эти истории придумали священники, чтобы вдохновить людей в вере. Эти истории рассказывают нам о великих примерах веры, о героях веры, которым можно подражать, с которых можно писать жизнь. С этим объяснением есть лишь одна проблема. Заключается она в том, что Библия говорит об этих героях веры не только хорошее, но и очень плохое. Мы это увидим в жизни Авраама. Мы это увидим в жизни Исаака. Мы увидим это в жизни Якова. Мы увидим это в жизни Иуды, в Бытии 38 глава. Обратите, пожалуйста, внимание на 20 стих 9 главы книги Бытия. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, на готу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим». Это не значит только, что сын Ноя увидел Ноя на гимн. Среди мужчин такое бывает, и часто. Это значит, что нечто куда более страшное. Между ними что-то произошло. Что-то, предполагавшее физический контакт. Что-то, о чем и говорить было стыдно. Что-то, что было и не высказать словами. И вот вопрос. Зачем Библия об этом говорит? Да затем же, зачем говорится и о потопе, и обо всех чудесах. Об этом говорится, потому что так и было. Об этом говорится, потому что это правда. Видите, с какой бесстрашной честностью автор Священного Писания рассказывает историю? С поразительной честностью. Об этом мы подробнее будем говорить в связи с 12 и 20 главами, где в 12 главе Авраам, а в 20 Авраам совершает ужасный грех против своей жены. Причем один и тот же грех в разное время своей жизни и в разное время своей духовной жизни он совершает дважды. Но об этом Библия нам рассказывает. Здесь перед нами еще одно проклятие. Ноэ просыпается утром, понимает, что произошло, и он проклинает детей Хама, а детей Сима благословляет. Он говорит о том, что Ханаан будет служить Симу, будет рабом ему. Так что же теперь? Различные расы, различные группы людей, различные народы, которые от этих трех сыновей предошли, так и будут теперь всю жизнь под проклятием или благословением. Согласно посланию к Галатам, во Христе нет ни мужчины, ни женщины, ни язычника, ни иудея. Во Христе с нас сняты все проклятия. Во Христе мы получаем все благословения. Это было на самом деле, это было в действительности. Были и проклятия благословения, но пришествие Сына Человеческого все меняет. В 10 главе перед нами одна из величайших родословий Ветхого Завета. Семейство и потомки Яфета, семейство потомки Хама, семейство потомки Сима. Мы с вами 10 главу пропустим. Если вас интересует эта глава, если вас интересуют генеалоги, об этом вы можете прочитать отдельно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok